Продолжение следует... Вот он, Корфу, дающий возможность жить с шиком непосредственно у воды. И мы решили показать его для тех, кто будет сюда не только прилетать, но и приплывать. Чтобы зарабатывать, чтобы жить, чтобы находиться в гармонии. В первых сериях проекта, снятых еще в 2021 году, мы говорили, готового современного жилья на Корфу практически нет. Тут уж если строят дома, то обычно под заказ, а в городах и вообще ничего не строят. Соединяя рукотворное и нерукотворное, здесь, на берегу моря, греки и производят впечатление. Красивые яхты в яркий солнечный день. Мы находимся в марине Беницес. Это, пожалуй, самая современная, самая модная и самая роскошная марина на Корфу, которой власти острова занимались в течение последнего года максимум двух. Эффектная картинка лучше всяких слов. Но речь идет об инвестициях, и слова тоже нужны. Итак, остров привлекает обеспеченных людей. А самые обеспеченные сюда не прилетают, а приплывают. И о том, чем их будет заманивать Корфу, нам рассказал человек, который не просто знает про планы развития. Он их создает. Депутат греческого парламента Гикас Стефанос. Наше правительство активно развивает морской туризм. В ближайшие годы мы построим семь марин. От севера Корфу до острова Паксос. Работает большая марина в Гувии. В конце года мы начинаем строить мегапорт непосредственно в городе Корфу, где смогут швартоваться яхты длиной до 140 метров. Марина поменьше к следующему лету появится в старом городе. На севере, недалеко от Кассиопия, строится марина Эмиролия, где смогут швартоваться более 200 судов. Мы рассчитываем сделать Корфу центром морского туризма в юго-восточном Средиземноморье. Уверен, через 2-3 года Корфу полностью изменит свой облик и станет Монако-Адриатикой. У воды несколько новых портов, а на суше? На суше у корфиотов другие амбиции. Вот ей-богу, такие пейзажи не хочется менять, но состоятельные люди требуют. Вот за моей спиной, на этом живописном зеленом холме, в ближайшее время развернется деликатное, но масштабное строительство. Возводить будут роскошные виллы. А их покупателями, по замыслу авторов проекта, в первую очередь должны быть владельцы вот этих кораблей. Собственный дом с видом на собственную яхту. Стройка тут еще не началась, но оценить, как виды будут радовать глаз будущих владельцев вилл, уже можно. Рядом один из престижнейших отелей острова. Вот она, панорама моря. То, что, собственно, и стоит дороже всего. Ах, Корфу, пока мы наслаждались видами, погода выгнала нас на воду. Раз уж все равно мокнуть, так лучше на море. Красивая яхта, как пример того, как будут строить свою жизнь те, у кого эта жизнь бесспорно удалась. Отсюда с воды лучше всего видна география роскоши. Вот можно на самолете приземлиться на Корфу, а лучше приехать на яхте. Остановиться вот там в гавани, затем отправиться в отель, а еще лучше на свою виллу. Далеко не все они с воды выглядят очень уж шикарно. Но главное здесь не вид с воды на виллу, а с виллы на воду. Учитывая то, что та Марина, где мы были с тобой сегодня, будет развиваться, учитывая то, что прекрасный сосед 5 звезд находится рядом, я думаю, что стоимость каждой виллы будет около миллиона. Вот такие проекты, они обычно сдаются с полной отделкой с мебелью. Предлагается два варианта. Ты можешь купить полностью готовый вариант. Это первый. И второй, ты можешь предложить то, что хотелось бы тебе. Естественно, тогда цена в этом проекте будет варьироваться. На Корфу строят не то, чтобы мало, скорее незаметно. В районе Беницы скранов вообще не видно, а вот здесь несколько есть. Это Камена, тоже район аристократический, потому что близко к городу, потому что близко к морю, потому что исторически так сложилось. Это район, который тоже может быть внесен в список знаменитого Либрадоро. Это те самые венецианцы, которые сегодня здесь проявляют свою значимость. Здесь, приобретая недвижимость или землю, или готовую виллу, вы можете быть уверены, что здесь будет именно тот самый кусочек аристократизма и возможности получения денег. Здесь нет ни одного многоквартирного дома, почти нет таунхаусов. Даже близость к морю в этом месте не является абсолютной ценностью как для местных жителей, так и для туристов. На Корфу нет многокомнатных гигантских отелей. Все, что есть, очень небольшие. И вот здесь построен отель, пять звезд, что удивительно, у него нет непосредственно своего выхода к пляжу. И здесь это считается, в общем, вполне нормальным. Главное, есть вид, о котором мы говорили уже не раз. И есть, ну, относительно небольшое расстояние до воды. То же самое верно и для тех, кто начинает строительство. Не в первой линии счастья. К тому же Корфу – остров холмистый. Пологих мест, да чтобы непосредственно у воды, почти нет. Главное – место. И сочетание ваших хотелок с греческими обычаями строительства. Срок строительства на Корфу – от 12 до 18 месяцев. Конечно, существуют некоторые рекомендации, но мы всегда обсуждаем, что вы хотите построить. Можно сказать, что мы собираем мечты, а затем начинаем сочетать правила и архитектуру Корфу с ними. Процесс строительства, конечно, не самый фотогеничный. Но заметьте, в аристократическом районе даже он выглядит не слишком отталкивающим. Ну и еще один вид сверху – престижный район Агиос-Георгиос. С одной стороны фантастические морские пейзажи, с другой – на суше пейзажи будущей строительной площадки. Спускаешься с небес на землю и понимаешь смысл вложений. Мы с тобой находимся в оливковой роще, для которой уже получен и одобрен строительный проект. И мы проект этот предлагаем нашим клиентам. Но реально, если проект уже готов, что человек в нем может изменить, что он не может менять? Если он не хочет терять время на одобрение новых документов в Комитете по градостроительству, значит, он берет то, что есть и приступает к работе. Если же что-либо нас не устраивает, мы можем сделать изменения, но это будут деньги и время. Греческие чиновники не спешат радовать тебя своими скоростными решениями. Ну а лифки здесь повсюду, и, собственно, это не является уж таким сверхбонусом. Это на Корфу не является сверхбонусом. А те, кто приезжают из больших городов, они ищут места для спокойного отдыха. И многие клиенты не ищут вид на море. Они ищут просто ту зелень, которая у них отсутствует в их больших бетонных городах. Люди ищут, люди находят. Давайте посмотрим, как. Мы на северо-западе острова. Зеленые холмы и широкие бухты. И, как это сделала семья из Германии, возможность создать свой собственный рай. Дом 165 квадратных метров. Весь участок около гектара. И этот участок впечатляет с первого взгляда даже больше. Посмотрите, какие здесь фантастические скалы. Мы говорили, что свой дом на Корфу – это инвестиция. Но в данном случае нет. Это место силы, место здоровья, место энергии. Это не под сдачу. Это для себя. Еще на два момента хотел бы обратить внимание. Бассейн. Вообще, это не обязательный атрибут на Корфеводских виллах. Но отсюда до моря все-таки далековато. Около 800 метров. И при этом по холмам. То есть, дорога не самая простая. Ну и второй момент, отвечая на мой вопрос. Общаетесь ли вы с соседями? Хозяева этой виллы пожали плечами. И, в общем, понятно. Посмотрите. Соседей здесь не видно и не слышно. Место уединения должно быть уютным, в меру просторным, радующим глаз. А еще теплым. Оригинальная конструкция – энергетический камин. Сюда закладываются дрова. Теплый воздух поднимается наверх. Обогревает специальные обогревательные элементы. С помощью вентилятора он подается обратно в холл. Ну а дым выходит через дымовую трубу. И, как я понимаю, это очень недорого. Это 150 евро всего лишь за целую тонну оливковых поленьев. Причем вам привезут, разложат и наслаждаетесь. Вопрос отопления, кстати, далеко не праздный. Да, летом на Корфу тепло и очень. Но вот зимой к этому надо быть готовым. Установка теплых полов – лучшее решение. Это удобно. И именно это заказывают наши клиенты из холодных северных стран. Ну, то есть они привыкли к этому у себя, они делают здесь так же. Греки так не делают. Греки никогда этого не делают. Для них зима, два месяца – это означает, что можно не утепляться. Можно потерпеть. Да. Строить такие дома в каком-то смысле тоже удовольствие. И финансовое, разумеется, но и эмоциональное. На Корфу строят карфиоты – люди, которые не просто чувствуют аристократический дух острова, которые к этой аристократии относятся. Я бы могла сказать просто. Весь Корфу – это рай на земле, а также место, где любые инвестиции выгодны. Конечно, некоторые районы в последние годы получили особое развитие. Но теперь неправильно говорить – отделение на север и юг – все побережье становится зоной инвестиций. Оно наполняется роскошной недвижимостью с хорошим доступом как с суши, так и моря. Безусловно, те объекты, которые мы строим, ориентированы на разные бюджеты. Есть варианты для инвесторов под золотую визу с минимальным вложением в 250 тысяч евро. Есть совершенно эксклюзивные варианты за миллионы. Но главное – все иностранцы получают не только недвижимость, но и пропуск в особый мир, позволяющий сбежать из большого города и жить на красивом острове в расслабленности, покое и безопасности. Два года мы не были на Корфу. За это время мир не просто изменился, он перевернулся. Где-то сошел с ума, где-то потерял надежду. Но если остались на карты константы гармонии и тепла, то этот небольшой, хотя и не такой уж маленький уголок Средиземноморья – одна из них. Если есть возможность и потребность, приезжайте. Это лучшее лекарство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...